здравствуйте дорогие друзья у нас с вами очередной воскресный вебинар очень нами ожидаемый надеюсь что и вами как всегда в студии вместе с нами доктор миха лайтман добрый день всем михаил синилевич борис был цирковский я семён и на кур преподаватель международной академии кабалы тема которую выбрали сами непростая да ну ребята так выбрали сравнение науки кабала с естественными науками хорошо да это я знаю что вам нравится я все-таки более гуманитарный человек мне как посложнее значит у нас переводы на 20 языков очень много подключений так что предпочтение вам ваши вопросы которые в онлайне вы будете задавать мы тут же будем задавать но есть еще некоторые вопросы которые вы задали в течение недели поэтому начнем с благодарности вот наталья из малаги из испании пишет очень благодарна за такое раскрытие знаний кабалы верю знаю и стремлюсь постичь глубину через мой урок который я прохожу еще раз огромное при огромное спасибо вам и вот очень хорошие такое письмо к нам пришло от риты шарф из гамбурга она пишет вот что здравствуйте профессор абсолютно случайно и буквально пару пару недель назад натолкнулась в сети на ваш голос и вот с раскрытыми отчасти узнавания глазами ртами или ушами иногда и с мурашками по коже каждый день в течение всего дня слушаю вас какая должна быть моя первая книга я хотел бы начать читать жду ваши рекомендации спасибо это не много не имеет отношения к теме но все равно может быть вы сейчас начнете того что ответить рите какая первая книга да вот она на русском языке пишет да значит тогда должны быть мои первые четыре книги первые книжки как говорят да мои первые книжки понятно ну только что вышли первые новые издания до вышла первые три книги еще одно издание их очень много кстати издание первые три книги которые вы еще при вашем учителе написали и четвертое это постижение высших миров очень мы вам советуем мы практически с это по этой книжке все и пришли ну вот начнем наша тема сравнение ноги кабала с естественными науками немножко как бы предисловие но сравнение тут может быть такое что это и противопоставление и подобие но сравнить можно сравнить конечно можно во первых по во первых по тому как подходит человек к изучению наших наук земных и науки духовной кабала он подходит абсолютно одинаково в кабале есть такое правило энди даян или машина провод то есть нет у исследователя более чем видят его глаза но это чисто научный подход поэтому если каббалисты так говорят о своем восприятии реальности о ее описываемости и постижение повторяемости статистических данных и прочее все что чем пользуется обычная наука это все это то же самое все есть и в кабале то есть не говорят верю потому что сказали а потому что увидел нет просто потому что веры такого понятия как вера нет этого не понимается немножко верующими людьми которые считают что каббала это такая же вера как их вера а каббала это постижение верой в каббале называется постижение ощущение высшего мира силы которая наполняет весь мир и управляет им разумно в этом заключается отличие каббалы от других наук потому что остальные науки воспринимают следствие этой управляющей силой на уровне нашего мира неживого мира в общем то духовно неживого и поэтому так воспринимается каббала а каббала воспринимает именно исследует саму силу которая управляет нашим миром которая сама эта сила в нашем мире не ощущаем а не воспринимаем а обычными людьми значит каббалист должен довести себя до такой кондиции состояния возможности когда он воспринимает эту силу исследует ее для этого ему надо обрести соответствующие ощущения органы ощущения свойства подобные этой силе по закону физическому закону подобия то что мы можем ощущать только то что находится адекватно в наших органах чувств и в таком случае только мы воспринимаем и исследуем возможность у нас появляется исследовать эту единую высшую силу природы ее исследования каббалисты записывают оформляют вычерчивают графики данные чертят всякие зависимости они утверждают что вообще даже весь не только понятийный аппарат а сам алфавит иудейский он тоже состоит из особых значков которые подразумевают под собой состояние всевозможное сопряжение двух сил природы она выражается в положительные газента и в отрицательные лифт или в вертикальные и в горизонтальные силах вот ну и . еще существует . да это как начало любой прямой и вот каббалисты объясняют весь во первых алфавит еврейские или арамейские что одно и то же это два взаимодополняющих алфавита которые появились изучение вот этих двух свойств отдачи и получения которые в общем-то и образуют все состояние нашего мира плюс минус и так далее ну вот значит наука каббала в этом отношении она намного точнее намного шире намного фундаментальный всех остальных наук потому что она постигает основную силу природы и исходя из этой основной силы природы она в общем то в таком случае является сам универсальной и поэтому не 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 такая большая проблема теперь вывести нам все подтверждения древних философов ученых каббалистов сейчас вот не опубликовано недавно даже заявление про ньютона который изучал каббалу и из этого вывел свои законы до его дневники такие на это его дневники изучал специальный язык и саму науку каббала ну а парацельс там и прочие это все все средневековые ученые древнегреческие об этом у нас есть целые подборки их высказываний то есть надо каббала это действительно серьезная наука но но которые в отличие от земных наук в которых мы существуем и которые мы исследуем нашими уже заранее заданными органами чувств каббала требует от человека создать новые органы чувств дополнительные вот в этом-то и заключается ее специфика специфика то есть она наука для каббалиста но нет она для угла для любого человека который развил в себе дополнительные органы чувств то есть если у меня нет этих дополнительных органов я то вы не можете исследовать могу исследовать да в природе есть сила сила отдачи сила взаимной связи которая которую мы не воспринимаем потому что у нас нет силы отдачи взаимной связи внутри нас нам не в чем ощутить в ту силу внешнюю потому как у нас нет внутренних такой силы у нас нет на нее сенсора приемника вот и измерить и естественно мы не можем и ничего не мы знаем так как поэтому мы знаем о нашем всем существовании о всем мироздании всего лишь маленький фрагмент и причем очень односторонний как назвать ученому физику как назвать каббалу если пока у него нет этого органа он должен называть ее как наука или для это на нет это наука но эта наука которая рассказывает нам об общем мироздании которая уже состоит из двух сил отдающий получающий а не нашего мира где существует только одна сила сила получающие и только получающие ну люди науки конечно будут очень нервничать они нервничают они не понимают они не знают в чем дело они схватывают немножко но все-таки здесь проблема в другом здесь проблема не в разуме в человеческом которая призвана обслуживать вот эту одну единственную нашу силу маленькую эгоистическую а здесь в в рождении в человеке необходимости потребности ощущать ощутить весь объем мироздания причем это потребность гонит его вперед жить без этого не да он не может без этого жить он понимает что ему надо постичь свойства жизни смысл жизни причину корень ее и цель а без этого жизнь не имеет смысла то есть если наука любые науки говорят о постижении все-таки человеческого состояния то наука каббала она именно указывает на ее корень то есть что мной управляет почему зачем к чему и так далее и одновременно с этим также а что требуется при этом от меня во мне изменять потому что только только таким образом можно исследовать эту высшую силу это самое больное да в мире подобия ей это это второе и самое главное еще это не только свои изменения а ради чего я это все делаю и оказывается вот здесь самый главный камень преткновения потому что в принципе я делаю это для заботы о других для помощи другим для блага других того что наука в принципе не представляет наука исследует то что есть а каким образом применять это уже не ее дело это уже отдается на откуп политикам или там богачам и они уже крутят с достижениями науки как хотят я помню а каббала не может этого сделать потому что каббалист он только может сам в себе менять мир сам собою и поэтому ничего никакого проку нет ни политикам не богачам и поэтому они кого не лезут и каббалистам относятся пренебрежительно если их их бы не было или есть для них то безразлично для богачей и политиков в этом наше счастье с одной стороны с другой стороны конечно мы ограничены я помню на лекции в торонто бы вот стал вдруг профессор физики так вот он весь дрожал стоял кричит ну покажи мне этот шестой орган чувств покажи мне это я профессор физики так вот он убила просто ничего ничего баль судам пишет критерии ценности науки интересная статьи наука каббала и современной науки ценность любой науки определяется ее предназначением не существует науки не имеющий цели и поэтому наука ценится не по своей точности и знаниям а по той пользе и преимуществам которые она дает человеку соответственно при исчезновении пользы приносимой наукой пропадает ее ценность но ука всегда имеет высшую основу и в итоге оценивается в соответствии с высшей целью именно мера соответствия науки высшей цели определяет ее неприходящую ценность если целью является нечто приходящее той наука исчезает вместе с недолговечным явлением с этой временной цели Ну, конечно, наш мир, наша Вселенная в её законах, которые кажутся нам незыблемыми, абсолютными, естественно, имеет свой начало и свой конец. Так же, как она развилась, происходит, как и в любой динамической системе, начало, середина, какая-то кульминация, и затем спад, сокращение и угасание. Так что, естественно, даже те законы, которые мы изучаем, кажущиеся нам абсолютными, они существуют, как мы сегодня уже начинаем это видеть, только лишь в рамках нашего существования, наших органов чувств и относительно нас. Поэтому все науки, мы их постигаем только относительно наших органов чувств. Были бы они у нас другими, мы бы постигали бы совершенно другие закономерности, связи. То есть, как результат, чтобы стать физиком, мне изменяться не надо, правильно? Я смотрю, как изменяется мир вокруг меня, изучаю это, строю аппараты, чтобы стать каббалистом. То есть, это как в любой науке, в принципе, я, когда что-то исследую, я могу заморозить, зафиксировать какой-то переменный параметр и изучать что-то с постоянным его параметром. И получать результат. Так и здесь, мы только подсознательно заморозим себя в наших эгоистических органах, которые созданы, и исследуем мир в них. И нам вдруг кажется, что все, кроме этого ничего нет. То есть, человек, то есть, что человек, то есть, что он подсознательно заморозим себя в вашу эгоистику. Продолжение следует... 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 Мои эллины? В Стефинной говорится, что мы определяем, что такое наука, что это такое наук. Но это все похож на детских игр. И это все похож на детских игр. То есть мы уже понимали, что мы понимали это, что мы понимали, что это как мы понимали. Это очень гранат. Продолжение следует... Это очень привязанно, что определенные параметры можно и начинать обозначить. И это очень разнообразный кибернетикой, который мы можем общаться с этим. А неуклон, что мы не можем взingwh información, мы можем не которым будет вzialлеть нашу жизнь. Мы не можем, чтобы его пропустить, как ищешь. Понимаете, как все это происходит с психологи. То есть, как астеротов как выборта появляется почему-то. А психология – это статистический трудный, определенность. Командируется, которое невозможно было и не может быть отраслой параметры. А кабана выборта, что говорят, мое создание того, что, в корочество было нет, Нятно, мы должны быть в идее реaltрировать. Это очень важный kulост, потому что мы понимаем, что мы метеород cowboy, мы не можем переть. И это один из самых похожих в нее, это я самому сдам. То есть, что мы поняли, что мы раньше могли, что мы будем контролировать, мы можем проверить все прекрасно. Мы уже можем проверить, что мы optimistic, что мы с вами вместе. Как мы хорошо погнали, что мы родим, чтоа спираемся, что мы можем учить в целях, а мы только не поднимаемся. А также речь из нас, которые показывают в зависимости от других людей, которые налаживаются и luz у нас. А также присутствует о чем мы, чем мы у нас. Это и только о том, что мы можем сказать, что это именно на них. Бежим момент, есть о том, что она справляется на своих путьах, и совершенно точно. Да, это немного взаимодействует, а в том, что она будет говорить о том, что она не может улучшаться. Матресела психология. Возможно, что это было, чем политическое, князов, с лечением иז 의도, к психологии, потому что она оборудовалась темными объектами, а визуализовательные кapprovisionе. Продолжение следует... 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 Ну а что? Да, мы тоже. Что ты смотришь с ним? Значит, он никогда не смотришь, но что? Верил в Бога? Ну? Да. И Дарвин тоже. Чтобы не feeding тебя, это люди создавьтесь авторитетями. Ну а то же что мы думаем, что они привычны, они еще верят. Но мы не понимаем, что эти люди не могут быть в verlierом, что они могут быть в основе. И это необычайно. Это абсолютно необычайно. А что вы возьмете одну информацию, которая в природе для нас, которая уже не могла сделать все. И это необычайно. Это необычайно. Это необычайно. Это очень важно. мы не будем в этом. Не знаю, что они не любят. Вот, если мы успеем, он не понимает, что это не менее, что она не любит тебя. Не единственное, что мы хотим, что ты не москвичай о Боге. Вы, что ты не дашь его ниже, не так или нет. Истинька от него усиливает в свой признутый мир. Если в этой форме «тθаи». Вы не думаете, что ты не умеешь работать, а ты думаешь ты, а потом ты не должен. Да, что это за человек, который сидит? А если вы говорите, что-то это... Да, сделайте это отдельный клип, который ты хочешь... Ну, ладно, я Рerik-кейн-инке сказал, что я верюсь, если вы не сможете это так, что вы не слышите. Окей, но я не слышал. Я представляю вам, что вы говорите, что вы говорите о хитрое. Но я уже не слышал, когда вы начали заниматься все. Окей, но и человеку заместил, что вы не хотели бы это так. Не захотелось бы в том, что это так. В общем, я, когда я не вырослась, что вы не слышали. А это другая? О, это верно. Не задал. Максим. Аминь, не задал. Аминь, аминь! Машхат химонизм. 3 перца время это делать, который должен делать, что есть у тебя нет. То есть если ты думаешь, что у тебя никогда не pamięшь, но ты не думаешь, что ты не понимаешь. А потом ты должен умереть значит, что ты должен быть в書кин. Что ты должен применять? Ну да, но если ты обсуждался, то что ты можешь помочь. Правда, у тебя есть. Супитумс эрвезды, что у нас есть. И у нас есть есть еще одна из-за ирвзоевых. И мы можем общее время голову, а у нас есть о том, что это может沒事. Это возможно это сделать. Окей, но это будет sufка dizzy, это не феверность. Мне нужно нам ее осознавать. И поэтому мы нужно время разрушиться. Мы решим, что-то свободное, современные лени, Продолжение следует... 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 Те регистрируетесь в иную психологию, но психология... А психология... А психология только контролирует эго, если фельсовый, как лейзер, и так далее. А если ты... А если ты... То есть, если у вас есть контроль в эгое, то иди сцены в чем-и. Ты не сможешь никак не сделать. То есть, если ты не сможешь сделать... То есть, ты не сможешь поздравить, и вы не сможешь делать... igual, что у тебя пожeties сцены в месяц. Ты не сможешь, чтобы вам помочь эгоэров, но ты не можешь дать релизу, что у тебя нет сцены в год, а не нужна такая, например, чем у тебя есть... Мне не сказать, что пока идут на 10 грамм. И вот это не так. Друзья, я не могу сказать. Прогаточник. Я могу сказать, что в людей... Я, конечно, они не — Это, но они не охватят. Это и не собes. Это не хороший повышеный способ. Это не психология. Они могут быть дозащими, статистикат, можете отвечать на лечение, но это не основа моменту contributing, и они могут быть качественностью. Нет иный сад, который может быть в твоих руках. Нечный сад, который может быть в твоих руках. А феи не может быть в твоих руках, а он может быть в твоих руках. а он говорит, что у нас есть вот вывод, что человек может быть в вашем качестве, а также отношусь в качестве, что в фельсии кванты-шечет к уходу, и начинает начинать волновременную волновременность и она чувствует себя себя в качестве, и он чувствует себя в качестве, и он так способен в качестве направления. Если вам не нужно понять, то нам нужно понять логичность мозга. Нам нужно с предстоящим мозгом знать, что нужно решать, что мы должны были что-лиni. А то есть это подъяснить. А каббала в начале больно травма, решение, информацию... Но в предстоящем пути, как понять эту пробу и можно было решать? Немножко. Немножко. И не могу понять, что это было бы, что это было бы. И он не может сделать никакого значения. А ты помню, что мне нужно делать это с помощью религия. Отговорят ли это, а не хочет выполнить. А он не хочет выполнить это, но мага рано создание и религией. И тогда фокусный и фокусный и aceptание, религией. И этаrandа помада. То есть, что они так притворят, и это очень серьезно, и это очень серьезно. Это истинный внутренний элемент, который находится на душу. Это истинный внутренний элемент, который находится в человеке, который находится в первую очередь. Это за мной. Теперь далее. Как я должен себя вести сейчас для того, чтобы что сделать? Значит, изучить программу, в которой я уже нахожусь. Театр, нет чонка форитаж. Вот, когда человек более-менее понимает всю эту цепочку своих изменений, всех этих метамофоз, которые с ним происходят, то... Хмммм, ну, я не знаю, что происходит. Томас спрашивает из Нидерландов. В естественных науках эксперименты проводятся для того, чтобы понять природу. Продолжение следует... Продолжение следует... Один из этого исследований, которые себя на конкуренции с таком,... Продолжение следует... Да, новинDAY. Это первая спрашивание в комиссии, которое мы можем создать данные с такимro item. То есть, мы поддержимаем наши отношения. и а а о о о о об И у нас есть, когда мы с ним в отношении, то мы с ним разрешимы, то есть, что мы с ним вращаемся к с людьми, что мы с ними вращаемся к их взял, которые мы с людьми вращаемся к нам, А то этой человек, в бежевую фальшивую энергию, которая аж иначе облаком, ищет почтasm, который подходит на фальшиво и фальшиво, и эти, в следующий ходе, а самая справа, куда-то берутся, в отношении определенной раздвижности, здесь не скажем... Он не вырослет на них, они не выросли и так далее. То есть здесь одновременно происходит поступление, а в фельсове не выросли, а в фельсове не выросли, что это то, что в результате очень много информации, которая в фельсове не выросла, но она не выросла, это очень интересно, потому что эта информация не выросла, как бы, Это эрзесенки, а не китомитет. Когда человек слышит зеленый, и зеленый, и зеленый, и эрзесы. Ты слышишь 100 000 зеленых, и вы еще гармонией, и вы чувствуете гармонией. Вы чувствуете гармонией, поэтому не выживаете, а вы выживаете, вы выживаете. Как я? Да, мне нравится это больно. Это огромный статей. Моговая философия. Моговая философия. Моговая информация. Мы читаем много книг. В Кабалахе очень много. В Кабалахе не слышал, что такое Кабалахе. Уже 100 лет назад был истинный человек в Валлазулен, а он, который в своей жизни не говорил, не вырослый мир. Иудеизм, можно сказать, что его уточнили. И сейчас очень много. И когда мы говорили, что у нас все-таки, что, когда мы говорили, с тем временем, т.е. например, вы можете определить его политика и согласительных ответов. Говорят в одном из т.е. как и всегда. В последнее время, председательных революбов, но все это было Евразienкой, ведь это действительно обладание, где получили многие циклы, где тогда говорят, что бы написал, потому что это было пса, Ага, да, 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 да. Это 250 цикл. Первые циклы были в Матантуре. «Колучшенос гарантия, бея в мире», «Бея». Эти эти циклы я не буду писать, потому что это не готов. И потом обманутся. Потому что в мире не было. То есть, что я не могу сказать, что я не буду писать, что я не могу писать. Мы не можем никакой раздражать, не подсветить, а не более аннулировать или каким-то образом разрешить. То есть, может быть, что в мире в мире у нас есть спирит, а спирит с конфликтусом? Да. Конечно, у них есть только эгои, но только потому, что эгои. А если только эгои в мире, то все эгои в мире, то есть весь эгои, то есть, что эгои, И мы показали, что мы не можем дольше, что мы не можем сходить. И мы можем сходить, что не могут идти, не могут сходить, а сходить. Продолжение, которая сходила Африку, Индию и прочее, прочее, по-нашему, которые уничтожили в своей стране. Но они, когда в Африке, в то время, когда начинают сходить, когда вы не сможете снимать в состоянии сходить в Украин. Продолжение следует... 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 То, что они становятся на смысл, то что вы хотите носить. Это была в мире, которые были изделения, и они были не рады. Вы танцовете? Вы танцовете? А может, это не я. И ты? Ну как? Я не могу так сказать. Хорошо, я понимаю. Да. Симка не был такой большой танцов, я думаю. Продолжение следует... и он может быть в том, что любая вещь, а как то, что верно, что она видна в том, что она может быть и учитывая, что она может быть ими, и только что они должны учитывать и различные методы. То есть это может быть в зависимости от того, чтобы быть, если мы говорим о том, что это – это хорошо, а значит, что это шутка, а потом учитывая такая ситуация, Продолжение следует... ...a XII. századnak a második szerep, amikor valóban akkor kezdődött el a szívnak a megnyilvánulása, ugye a tudósok pedig mindenek előtt az ősi Hébert is tanulmányozták. Így tanulták a Tórát, a Kabusták írásait, elfogadták ám ezeket, és akkor mit a kérdésem maradt nekünk? Ez egy belső érzés? Oké, Szimka, na de akkor mi is tudom, hogy tudósok vagyunk. A mi szempontomból tudós az mondja arra, aki a természet mélységeit mutatja, aki valóban rendelkezik azzal az eltökörtségkel, hogy akár egy kortmérget is megiszik azért, hogy megtanulmányozza ennek a hatását, idézőjelben, tetszteni. Tehát magán kell, itt minden tudósnak magán kell kitapasztalni mindent a Kabbala bölcsességéből. És az ő számukra, ez a spültás emelkedés, hiszen minden kapcsolat az mechanikus adtad. A Kabbala tudományában pedig én felnyitom az utat a felső fényhez, amely egy bizonyos minőséget jelent, amely befolyásol engem, egy bizonyos mennyiségen minőséget, megváltozott engem, egy bizonyos resimut küld hozzám, majd ezt tanuljuk, és kérdeti információkat küld, megszorításokat, szűrőt, stb. a vaskosságot, és az összes többi az lefordítatatlan tulajdonképpen. A többit nekem kell értelmezni. Tehát ezeknek nincs meg minden eszközük, amiket ma tudósoknak nevezünk, de tudatok kell. Tehát ez egy analóg állapot, amely most vagyunk, én megváltozok valamit, akkor az benne is megváltozott valamit, tehát ez nem egy teljesen letisztázott mechanizus ez. Oké, na, de a mi világunkban a tudósok nagyon komolyan veszek, ha megértek valamit. Mennyik idő kell a Kabbalában a helyes valóságérzékelség kiepítéséhez? Na, hát akkor 20 év kell hozzá, nagyon komoly tanulás kell 20 évig. Lehet, hogy le lehet rövidíteni. De nem szabadulnak hazudni, mert nagyon sok ember illúzióban halad előre. Tehát nekünk nyilvánvalóan, amit tanulnunk kell, az egy felébeztő gombnak a megnyomása, mondja rá. Tehát, hogy az emberek valóban ne hülyeséggel foglalkozzanak, hanem ha valaki el akar ütni való, akkor vegye föl az emberi tudomány. És értse meg, hogy mit jelent a Kabbala tudomány foglalkozni. Na, de egyetem is ötél. Tehát, ha én piézsit akarok meg semmit, akkor valóban így van? De ezt a közösség így fogadja el, mondja rá. Itt egy kis másképp van a közösségnek az ereje, mondja rá a Kabbalában. Tehát ezért mondtam azt, hogy nektek legalább 20 évet kell ezzel tölteni. Az az egy élete. És akkor tudod, hogy már halsz. Oké, na, de a folyamat hamarabb meglagadod, természetesen. Maga a folyamat feltárható. Sokkor ödevidod, és egy nagyon kellemes dolog, mondja rám. Néha mondja rám. Érzel egy állapot fogansítson, és onnan érkezett hozzád. És egy olyan állapotban helyezték edd az elérés, hogy valóban boldog vagy, és érzed, hogy valami készített az előadásra. De fogom, hogy és onnan jött ez. Tehát, de ha ezt nem tudod, egyébként nem teszi egyszerű bejött utat. Oké, tehát akkor mit a lényeg? Kérdezi szimpa. Tudna valamilyen ajánlást adni? Rau. Az, hogy én azt ajánlom, olyan emberetnek ajánlom akkabbalistát, akikről Bála Szulám ír a 10-ra bevezett tanulmányában, akik valóban, akiben lángol a kérdés, hogy mi az élet értelme, és hogy meg akarok találni az Istent, mert az élet különben értelmet, ha nem tudnak a választ. Én egyszerűen akkor a beste ámat szolgálom, én meg nem akarom többé ezt tenni. Tehát vannak emberek, akik van, aki tíz éves korában érzi ezt, van, aki ő 30 éves korában érzi ezt. Tehát nektek fokozatosan és fokozatosan kell dolgozni, nincs másképpen életetek. Tehát tetsz bármilyen felmagadod az ereidet is. Akkor is teljesen értelmetlen az élet értelmeknek a megtalálása szempontjából. Csak ilyen emberek jönnek hozzánk, akikben felbukor ez a kérdés, akik elég kíváncsiak ahhoz, hogy miről szól az életük. De az igazán kíváncsi emberek nyilván van a kérdés, mert tudják fogalmazni. Itt arra van szükség. Bárhonnan jöntek, hogy ezzel a kérdésenek egy lángoló kérdés legyen, melyik az élet értelmek között. Katyaninból kérdezi Svetlana. Miért beszélünk, ha keveset a spétális kérdésekről? Svetlana. Én beszéltem neked a spétális örömökről. De csak azt tudod neked mondani, hogy a kabalisták írtak a csomó mindent, de én nem hiszem el. És azt ajánlom, hogy te se hidd el. Ők azt írták, hogy ha te összekapcsolódsz az összes örömmel, ami létezik ebben a világban, vagy ami volt, vagy ami lesz örömmel az emberednek a világban, és ezeket mind összekapcsolód egybe. Ez egy kicsi szikra összehasonlítva azzal az örömmel, ami az első spétális szint elérése után érje az ember. Hát a legkis spétális szinten nagyobb öröm van, mint az összes földi öröm egybe-vébe. Hogyan kell erre felkészülni? Ez egy nagy kérdés mondjam. Az összes öröm, az összes erőfeszítés. Igen, erre kell, hogy vonatkozzam. De nem úgy razom, az edényekben fogják, hogy ezt érzékened. Tehát amikor azokhozáson dolgoztok, akkor átáramok rajtad egy hatalmas fény, mint egy elektromágnos, és sok. És ez egy órási különbség. Nem megszerző, el tudod kérdezni, hogy történik? Egy csővezeték vagy, és ez átáramlik rajtad. És itt az emberiség lesz a megszerző, ami rajtad átáramlik. Beléd lép, majd kilép belőled, és akkor te nem a fényt magát fogod érvezni, hanem az eredményét a fénynek. És ez 50 milliós ször nagyobb öröm. És a fényt másnak átadni, ez a legnagyobb trükk a kavalában. Ezért egyfelől nyilvánvalóan átadom másoknak az adakodás, és az adakodás érintésével megérintek másokat. Másfelől viszont, mondjam, kizárólag ezen a módon érem el a végtelenséget. Most azt mondja, oké, de miért beszéltök ilyen kevese terör, hiszen ez a legnagyobb dolog. Mert én nem akartam erről beszélni, mondja, rá. Én nem akarok mindenféle fajta kicsit megszélült nőt bevonzani a kavalába. Én azt szerettem volna, hogyha a munka nehézséget is látjátok. A kavalisták tudják nagyon, hogy az öröm az akkor jön be, hogyha valaki munkát végez. Egy csomóan eljöttek az utolsó elté kongresszusra. Senki nem kezdet senkitől semmit. Éppen ellenkezőleg. Nektek kell összegyűjteni a pénzt, eljönni ide hozzánk, velünk együtt lenni. Erről feszítést tenni. Ti fizettek az ételér. Nem rossz ez a kajamon, mondja, rá. És öt órát naponta. Ez, amit tudunk ajánlani. Na, nem is öt. Tizenkét órát naponta, mondja, rá. Három napon keresztül. És akkor visszamehetsz ad a boldogon. Na, kinek ajánlat ez? Villámkérdések. Egy tonályi kérdés érkezett. Tehát néhány percet még szálljunk el. Egy érdekes kérdés. Hogyha az ember nem érze teremtőt, akkor mit tudtál, hogy elkezdje érezni? Tehát úgy kezdje elérzni majd a teremtőt, hogy a világot? Én nem tudom. Amit én tudok, az, amit elmondtam. Bármi is történik. Ne törőjétek semmivel. Én, nekünk nem kell programozni magunkat egyáltalán. Csak önmagunkat össze kell gyűjteni. Tehát egyetlen helyre kell összegyűjteni az összes belső szervünket, az gondolatainkat, a lelkünk összes részeit, a megértésünket össze kell kapcsolni egymással. És akkor a teremtő megmutatja, hogy ez a te új lelked. És ezzel az érzékelésen keresztül magunkat programozunk. Így van, mondj arra. Hát különben mi más foglalmaznál. Én magam csak egy hullám vagyok, egy részecske. És ezt a paradoxon nyilván meg kell tudni ragadni. Így lehet az spiritualitást kiepíteni. Tehát a spiritualitásban nincsenek kompromisszum, magadat kell elkapni. Ha te bestiád állandóan egyetért, győzköd téged a saját szintjén. Ezek belső kompromisszumok sorozatát zúdítják rád. Mint ha egy kicsit egyszerűbbé tennélsz a dolgot, de nem lehet egyszerűbbé tenni. Minden akarban figyelnünk kell erre. Aleksandr kérdezi, hogyan? A kabbalista, a kabbala hogyan viszonyul a nehézség? Nem tudom, ezt nem értettem. Tehát, hogyha neked a belsőséget fejezik ki a testbeszédhez. A testbeszéd, most megérdettem. Tehát nekünk nincs ezzel foglalkozni való. Nyilvánvalóan a kabbalában van szó a vákumról. Hogyne? Ez egy üres vágy? Az a vákum. Az a vágy kielégülésének a totás hiányi, az vákumnak tekintő. A kabbala bücsösségében ez segít eljön a célt. Mivel a Heberben ez egy teljesen másfajta koncepció, és arán van is egy útos kérdés. Kinek egyszerűbb kabbalista válna a tudósnak, vagy egy hitgazdapi embernek? Én azt mondom, hogy a hitgazdapi embernek. A legegyszerű embernek. Akik különösen kérdik magukat, és valamilyen irányban mennek, már egy-egy nagyon kihegyezett dolgokkal foglalkoznak a világtalma embersel, és akkor sokan ezzel. Tehát egy hitgazdapi embernek így van. Akiben semmi különleges nincs, kivéve egy dolgot. Belül, belül, lángol a kérdésre az életére, az életére, mert vonatkozolat. Ez ott van, vagy nincs ott? Ez a nagy kérdés. Lehet, hogy én nem tudom, lehet, hogy nem tudom rendesen fejezni az életemet, lehet, hogy ilyen mondanom is ez a kérdés. Folyamatosan hajj bennem. Ez az a hely, ahol ezt meg kellett tudunk ragadni. És mit kívánunk magunknak a következő hétre? Erre a hétren azt kívánom, hogy belső legeg ne pihenjetek meg, érzelmileg se, s fűtalsan se, hanem folyamatosan egy belső lángolásból legyetek. Hogy az élet értel felé rohannyatok. És egy nagyon ravasz módon, hogy a kabala ad nekünk. Ezt köszönjük, barátaim. Van, mi gondolkodni? Viszlát a jövő héten. Köszönjük, barátaim. Azt köszönjük, barátaim.